Конкурс «Гитарный калейдоскоп» в этом году отметил свое 20-летие. Сначала он был областным, затем стал региональным, и сейчас это соревнование уже всероссийского уровня. У истоков стоял профессор Нижегородской консерватории Алексей Петропавловский. И до сих пор он возглавляет жюри «Гитарного калейдоскопа». А члены жюри меняются каждый год. И в этом году очень почетно, что мы выступали перед Романом Зорькиным. Это очень сейчас талантливый, востребованный и самый лучший гитарист России. В жюри иметь такого представителя очень почетно. Детскую школу искусств номер 2 на конкурсе «Гитарный калейдоскоп» представляли ученики Ирина Федельман, Анна Гончарова и Денис Китин. И если Аню уже можно назвать опытной конкурсанткой, то для Дениса выступление стало дебютным. Я играла два произведения. Первое произведение Ронда Корули, а второе произведение Веницкого «Маленький ковбой». Я очень довольна, потому что я в младшей группе получила лауреат второй степени. Анна Гончарова на конкурсе также исполнила Ронда Корули и современное произведение Виктора Козлова «Баллада Елены Прекрасной». Девочка стала лауреатом второй степени. Результатом Анна довольна. Она была самой младшей участницей в старшей возрастной группе с 14 до 18 лет. Я обычно играю веселую музыку, грустную музыку. У меня плохо получается играть, мне нужно выразить свои эмоции. Я по природе веселый человек. Поэтому Ронда у меня все на позитиве, все быстро, все стремительно. А баллада Елене Прекрасной там больше о любви, спокойствии, надежде, что-то о понимании. Сейчас воспитанники детской школы искусств готовятся к областному конкурсу народных инструментов. Он пройдет в Иксе 8 апреля. Екатерина Опенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей СОРО-24.